И последнее, неожиданный поворот. Известную в Новосибирске правозащитницу Анну Тажееву будут судить за покушение на кражу. Сегодня состоялось предварительное заседание по этому делу. Наша съемочная группа побывала на месте преступления и выяснила, что в этой истории не все так однозначно. Несколько лет во дворах в десятиэтажке на улице Немировича Данченко стоял бесхозный автомобиль. Местные жители думали, что владелец старенькой Тойоты заболел или даже умер. Постепенно малолитражку начали разбирать. Сняли госномера, разбили стекла, раскурочили приборную панель. Внутри машины круглогодично играли дети, а наркодилеры прятали закладки. В летнее время в салоне иномарки ночевали бездомные. Когда у нас возникал вопрос зимой почистить территорию от снега, у нас начинались проблемы, потому что все жильцы отгоняли свои автомобили, чтобы могла работать с небогоуборочной техникой. Эту машину никто не отгонял. Она стояла тут-там, потом ее переволокли сюда. Вокруг нее всегда были сугробы, она была в полуразрушенном виде. Там уже дети на ней что-то нарисовали баллончиками. Старшая по дому неоднократно обращалась во все инстанции с просьбой убрать машину, но реакции не было. Полиция опять прислала, что в вашей территории обращайтесь в суд, мы ничего не можем с этим сделать. А МЧС прислала, что решение вопросов, указанных в обращениях, не входит в компетенции территориального органа МЧС. Летом прошлого года бесхозная иномарка, говоря языком протокола, стала объектом преступных посягательств. Известная в городе правозащитница Анна Тажеева часто приезжала в дом на Немировича, чтобы забрать у волонтера продукты с истекшим сроком годности. 3 июня женщина, как обычно, припарковалась у супермаркета и увидела возле брошенной машины двух парней, которые пытались снять с нее колеса. Я получила продукты, поехала. Время уже было позднее, автобусов не было. Смотрю, там эти парни, я их подвезла. И, соответственно, потом остановили полиция, остановили меня, взяли как свидетеля, удерживали в отделе порядка 16 часов. Тажеева утверждает, что парней не знала и теперь корит себя за то, что посадила в свою машину случайных попутчиков. Почти год Анна проходила по делу с свидетелем, но весной ее статус неожиданно изменился. Она стала подозреваемой, а затем и обвиняемой. Парадоксально, но молодых людей, которые орудовали возле чужой иномарки, судить не будут. Один погиб в ДТП, причастность второго не доказали. Кстати, пресловутая «Тойота» несколько месяцев назад исчезла из двора, также загадочно и незаметно, как когда-то там появилась. В данной ситуации я усматриваю именно то, что на меня, скажем, идут гонения по поводу моей правозащитной деятельности. Я просто неугодный человек в данном регионе. На меня просто идет какой-то заказ, чтобы меня убрать. Бездействие органов опеки, равнодушие чиновников, благодаря вмешательству Тажеевой, несколько проблемных новосибирских тем вышли на федеральный уровень. Правозащитница полагает, что мстят ей те, кто лишился своих должностей или даже попал под следствие. В итоге теперь ей самой пришлось прибегнуть к услугам профессионального юриста. Не согласны с тем, что значительный ущерб, он не доказан. То есть ущерб незначительный. Не проведена экспертиза над предметом преступления о состоянии данного автомобиля, состоянии лакокрасочного покрытия, ходовой части двигателя. То есть, чтобы определить стоимость. Стоимость у нас определена только со слов потерпевшего. 100 тысяч рублей. Хозяина старенькой иномарки в итоге нашли. Насколько она стоит, определили по похожему объявлению на Авито. В акте осмотра машины указана нечитаемая дата. А в обвинительном заключении значится совершенно другая модель машины. Несмотря на ряд нарушений, допущенных по мнению защиты в ходе следствия, дело приняли к производству. Первое заседание назначено на 7 декабря. Анна Тажеева убеждена, она просто оказалась в ненужное время в ненужном месте.